Каким мужчинам нравятся недоступные женщины? Женщина должна быть недоступной, женщина должна быть загадкой. Мужчина это воин, мужчина это завоеватель. И если ты будешь слишком доступная, слишком открытая, настоящая, то тогда мужчине не будет интересно. Ты сначала заслужи мою любовь, и тогда, может быть, я тебе покажу, что происходит у меня внутри. А мужчина разве настоящий в этой игре? А что же движет мужчину? А каким мужчинам это нравится? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Женщина должна быть недоступной, женщина должна быть загадкой. Мужчина это воин, мужчина это завоеватель. И если ты будешь слишком доступная, слишком открытая, настоящая, то тогда мужчине не будет интересно. Или тогда мужчина потеряет интерес. И такого было много в социальных сетях, в интернете, до сих пор такой информации много. И, может быть, вы скажете, что, да нет, это для меня уже прошлое, пройденный этап, я уже наигралась в эти игры, и это не работает. Но, тем не менее, я записываю это видео для тех, кто все еще в это верит, или тем, кому важно разобраться. А что же движет мужчину? А каким мужчинам это нравится? Потому что, справедливости ради, я замечу, что я точно знаю таких мужчин, которые успешны в делах, которые успешны в карьере, либо в бизнесе. Если на них с виду смотреть, эти мужчины привлекательные, они очень умны, очень логично рассуждают в своих делах, в своих каких-то профессиональных компетенциях, и при этом они именно так и реагируют на недоступных женщин. Им это действительно нравится. И поэтому в этом видео я хотел бы, знаете, постараться разложить это по полочкам, чтобы у вас было понимание, с кем вы имеете дело, если вы общаетесь с таким мужчиной, либо что вас ждет как женщину, если вы сейчас мыслите так, что нужно быть недоступной и загадкой, и это есть залог счастья, любви и самых классных отношений. Как обычно начинаются такие отношения? Отношения женщины недоступной и мужчины, которым нравятся такие женщины. А мужчина реагирует на такую женщину, он начинает действовать, он начинает совершать поступки, заботу, ухаживание. Со стороны это может выглядеть очень круто, и этот мужчина действительно верит, что ему это нравится, ему в кайф, и он говорит, что мне нравится эта женщина, она для меня привлекательна. Он делает для нее много, она какое-то время, конечно же, сопротивляется, она какое-то время, так сказать, гнет свою линию, свою стратегию недоступности. Понятно, что она не железная, понятно, что невозможно быть все время недоступной, невозможно быть все время загадкой. И рано или поздно эта загадка превращается в кого или во что? В отгадку, да? То есть рано или поздно женщина перестает быть чем-то таким неизведанным и перестает быть недоступной. И рано или поздно она становится доступной. Что такое образ недоступности для многих женщин? Это некая маска, это некий образ, это, знаете, некая декорация, некая картинка, за которой я что-то скрываю, за которой женщина что-то скрывает. И она как бы говорит миру или мужчинам, что ты сначала заслужи мою любовь, ты сначала расположи меня к себе, ты сначала завоюй моё доверие, и тогда, может быть, я тебе покажу, что происходит у меня внутри. Какая я настоящая? Выходит, что когда она в роли недоступной, она не настоящая. Она показывает только лишь какую-то свою часть. Аккуратно, осторожно её демонстрирует мужскому миру. Именно на эту часть привлекается мужчина. То есть, понимаете, мужчина привлекается не на неё настоящую, а на только лишь ту часть, которую она показывает. Стараниями, ухаживаниями он располагает женщину к себе и получает доступ к той части, которую она не показывала, к её настоящести. С другой стороны, нужно разобраться и с мужчиной, правда же? А мужчина разве настоящий в этой игре, в этом взаимодействии? И получается, что мужчина тоже показывает лишь какую-то свою часть, только лишь одну свою сторону. И, конечно же, когда мужчина ухаживает, когда мужчина, так сказать, завоёвывает женщину, он показывает какую часть, лучшую свою часть. Таким образом, он показывает свою лучшую версию, лучшую версию себя, знаете, на пике, на максимуме. Он из кожи вон лезет, чтобы, ну вот на этих эмоциях, заинтересованности в женщине, он из кожи вон лезет, чтобы показать себя наилучшим образом. Что происходит дальше? Дальше партнёры начинают узнавать друг друга, какие они на самом деле. Мужчина остывает, он не может быть на таком максимуме, так ухаживать, из кожи вон лезть. То есть его пик, его активность и старание постепенно сходит на нет. Вот эти горящие глаза со временем перестают быть горящими. Женщина также, она же была вначале недоступна, показывала свою часть, и тут мужчина уже видит её настоящие, её настоящие проявления, реакции, поведения, которые проявляются даже в мелочах. Как женщина реагирует, например, на мужское плохое настроение? Как она реагирует на то, что мужчина где-то не то что-то сказал, как-то не так себя повёл? Она агрессирует, она замалчивает, она обижается, она терпит, она умеет правильно поговорить, чтобы не задеть мужскую самооценку, и чтобы мужчина услышал, что ей, например, не нравится. То есть там есть масса вариантов. Понятно, что в большинстве случаев происходит это в нездоровой форме. Вот эти мелочи происходят в нездоровой форме, и которые не повышают женскую ценность в глазах мужчины, а скорее только понижают. В редких случаях, когда люди узнают друг друга настоящими, в редких случаях им всё нравится. Или в редких случаях, да, есть какой-то конфликт, например, есть какие-то ссоры, но эти ссоры у них как инструмент налаживания взаимоотношений, сглаживания углов, и люди находят общий язык, они переходят на некий новый этап отношений, на качественно новый этап отношений, взаимоотношений. В большинстве случаев, конечно же, партнёры разочаровываются друг к другу, у них друг к другу претензии, обиды и неудовлетворённость отношениями. Женщина в неком ступоре, ей непонятно, что делать с мужчиной, но окей, он привлёкся на эту загадку, он привлёкся на эту недоступность. Так а что с ним, с этим мужчиной дальше делать? Или окей, он привлёкся на красоту, окей, секс был прекрасный. Но то, на что мужчина привлёкся, тем же подходом, той же тактикой, стратегией не удержать мужчину, той же стратегией, тем же подходом невозможно поддерживать тот уровень заинтересованности, который был у мужчины изначально. И поэтому женщина начинает методом тыка разные какие-то штуки, в зависимости от того, какое у неё мышление. Она может то ли ревность вызывать, то ли качать права, то ли претензии предъявлять. То есть, она начинает впадать в какие-то крайности, но глобально её состояние можно как описать? Ну, состояние растерянности. По-честному, если положить руку на сердце, она не понимает, что делать в взаимоотношениях с мужчиной, чтобы эти отношения были действительно гармоничными и счастливыми. Возвращаясь к теме видео, каким же мужчинам нравятся недоступные женщины? Если говорить более цинично, на самом деле этому мужчине нужна не женщина. На самом деле, ему важно что? Прожить некое состояние. Ему важно что? Доказать себе что-то. То есть, соприкасаясь с такой женщиной, соприкасаясь с образом... Даже не с женщиной, он же соприкасается с образом. Соприкасаясь с образом недоступной женщины, он проживает такое некое, знаете, некое соревнование. Некую интригу, некий челлендж, когда типа, а ну, ну что, ты сможешь? Там, что, знаете, на слабо. И по-честному, мужчине нужна не женщина, а вот это состояние. Ему важно самому себе что-то доказывать. И женщина здесь, это просто как, ну, некий, некая форма, с помощью которой мужчина проживает это состояние доказывания самому себе чего-то там либо. Что он может завоевать женщину. Заметьте, у мужчины изначально нет какой-то осознанности в таком случае. Вот если у нее спросить, слушай, ну ты вот, тебе нравятся недоступные женщины. А ты можешь сказать, ну окей, ну ты завоюешь ее, а дальше что? Ну, а как она дальше? Она же дальше для тебя уже станет доступной. Как ты с ней будешь? Как ты будешь поддерживать неинтересно? Она тебе точно будет интересна? И большинство этих мужчин скажут, да какая разница? Разберемся по факту, да? Главное, что сейчас. Какая разница, что потом? Поэтому большинство этих мужчин, они ориентированы не на будущее, а не ориентированы на момент здесь и сейчас. И у них есть некое представление, либо надежда, что вот то, что я чувствую сейчас, вот это воодушевление к этой недоступности, так будет каким-то образом и далее. По факту, этому мужчине нужны качели. Ему нужны перепады эмоций. Ему он не настроен на что-то, на какие-то гармоничные нормальные отношения. А я скажу, что гармоничные нормальные отношения, какой критерий? Это приятное, теплое спокойствие внутри. Спокойствие, это не вот так, это не вот такие качели, это что-то вот такое. Это не значит, что скучно, это не значит, что нудно, но это приятное, теплое, прогнозируемое спокойствие. А ему важны непрогнозируемые качели. И у него нет заинтересованности и намерения перейти в что-то гармоничное. У него нет запроса на гармоничность и спокойствие. У него есть внутри убеждение, что семья, отношения, либо счастливые отношения, это вот, это высокие эмоции. И что говорить про мужчин? Большинство женщин так думают, они тоже так думают, что отношения или выбирают мужчину по влюбленности, по высоким эмоциям. То есть она как бы говорит в мир, я в мужчинах не разбираюсь, и поэтому мне нужно, чтобы мое сердце что-то почувствовало, и тогда я определю, что это действительно мой мужчина. А как я почувствую по супер высоким эмоциям? И конечно, может быть, сейчас мои слова звучат как что-то странное. Понятно, что у человека, если нет опыта, нет сравнения, что такое высокие эмоции влюбленности, что такое качели, и что такое спокойное, спокойное, теплое чувство любви. И вот когда человек проживает эти состояния, у него есть чем сравнить. И тогда вы понимаете, о чем я говорю в этом видео. Но если вы проживали только высокие эмоции и больше ничего с мужчиной не проживали, возможно, то, что я здесь говорю, вам кажется странным. Я не рекомендую использовать тактику недоступности, потому что это шаткая конструкция. Это непрогнозируемая шаткая конструкция. Это заставление себя быть ненастоящим. То есть я изображаю какой-то образ, чтобы, не дай бог, кто-то, ну, эти мужчины, которые мне интересно, не узнали, какая я настоящая. То есть получается, что я не принимаю себя настоящей. Я не считаю, что я настоящая, я ценная. И поэтому мне приходится изображать какой-то образ, который, как мне кажется, лучше, чем я настоящая. И тогда на это будут привлекаться мужчины. Они будут привлекаться, а там что-то как-то разберемся. Он привлечется, влюбится, удержится, потом там замуж, дети. То есть получается, я как бы, чтобы быть в союзе с мужчиной, мне нужно постоянно что-то делать, постоянно как-то, ну, постоянно быть в напряжении. И отношения здесь абсолютно непрогнозируемы. Есть другая тактика, что окей, окей, я поняла, да, что оказывается, я не принимаю себя настоящей. Оказывается, я считаю, что я настоящая, я неценная. И если я поставлю задачу, эту часть себя, настоящую, которую я считаю неценной, дорастить, проработать, чтобы больше никогда в жизни не приходилось изображать какой-то образ, играть, напрягаться и так далее, то это совершенно другое отношение к себе. Это совершенно другое ощущение себя. Это совершенно другое качество мужчин, качество психологической зрелости мужчин, которые обращают внимание на недоступную, либо на эмоционально-психологически зрелую женщину. И это другое качество отношений. Если вы мне спросите, Расап, а какой самый быстрый способ привлечь мужчину? То если лишь бы какого-то мужчину привлечь, конечно же, самый быстрый способ это быть недоступной. Но я за то, чтобы мыслить не что я хочу прямо сейчас, а что я хочу в долгосрочной перспективе в своей жизни. Поэтому вопрос не что быстро, как можно быстрее, а вопрос в том, какая моя идеальная картинка моей дальнейшей жизни. Я хочу удерживать мужчин, бегать за ними, заинтересовывать, удерживать, играть в какие-то игры, манипулировать. Либо расслабиться, сконцентрироваться на том, чтобы прокачать себя как женщина, разобраться в мужской психологии и строить отношения тоже с эмоциональными, психологически зрелыми мужчинами, которые тоже никого из себя не изображают. И в ваших отношениях есть открытость, близость, настоящесть, принятие. И, соответственно, эти отношения не по структуре, в начале все круто, а потом не пойми что, а в начале хорошо и дальше хорошо. И тогда вы взаимно управляете этими классными отношениями. Если вам подробно важно в этом разобраться, психология мужчин, психология отношений, о том, что нужно сделать с собой прямо сейчас, чтобы в разрезе нескольких месяцев года прийти к тому уровню себя, когда вы себе нравитесь, когда вы себя принимаете, когда вы осознаете, что вы ценная женщина. Также важно, повторю, понимаете психологию мужчин. Мужская психология сильно отличается от женской. Особенно если вы росли без отца, либо отец не был примером мужчины. Большинство женщин не знают психологию мужчин. Мать, если не была примером классной женщины, которая была счастлива в отношениях с мужчиной. Она тоже, в большинстве случаев, у нас мамы не были примером гармоничной женщины. Поэтому нам важно где-то прокачиваться, добирать знания и прорабатывать себя. Именно поэтому я вас приглашаю на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению», где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке, записывайтесь бесплатно и до встречи. Продолжение следует...